Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас в гостях Нелли Анатольевна Вишнякова, заведующая Центральным поликлиническим отделением Люберецкой областной больницы. И речь у нас пойдет сегодня, ну, вообще-то с врачом можно обо многом говорить, но тем не менее мы поговорим, как ни странно, о вакцинации. Совсем еще недавно это слово практически было самым популярным, и все время об этом говорили во всех программах, всех каналов, только вакцинация. Значит, все ждали одну вакцину. Ну, речь, конечно, идет прежде всего о пандемии, но мы же знаем, что есть еще и другие заболевания. Плюс тут еще появилось какое-то новое, тоже уже поговаривают, что надо узнать, была ли у тебя вакцинация против оспы и так далее. Вот давайте потихонечку поговорим. Прежде всего, начнем, наверное, с пандемии, которая вроде бы как у нас, ну, как не завершилась, а перешла уже в такое обычное заболевание. Тем не менее, врачи, и здесь у нас в студии, и врачи, скажем так, при должности, да, они говорят, что необходимо либо делать вакцину, кто все-таки еще не сделал, а такие есть, либо ревакцинироваться. Если вы хотите быть защищены, если вы беспокоитесь о своем близком круге, о своих родственниках, друзьях, знакомых, не хотите неблагоприятных исходов данного серьезного заболевания, потому что, да, новая коронавирусная инфекция, это очень серьезно, и нет, наверное, семьи в нашей стране на всем земном шарике, которая бы не затронула эта беда. Совершенно верно. На протяжении буквально прошедшего года мы активно вакцинировали наших граждан Люберецкого округа, и сейчас многие задают вопрос, нужно ли ревакцинироваться, а ушла ли эта опасность? Тем более, что ПЦРТС практически уже нигде не требует, мало того, говорят, ну, скажем, в Москве тоже не так легко его сделать, как это раньше было, а те люди, которые передвигаются между самыми разными странами, ну, все-таки у нас есть возможность, тоже считают, что там ПЦР отменили, там границу открыли, вот Российская Федерация полностью открылась. Можно расслабиться, да? Но расслабляться не стоит. Я хочу сказать, расслабляться не стоит, болезнь до конца не отступила. Благодаря массовой вакцинации, которая была проведена в Российской Федерации и во всем мире, создалась довольно-таки хорошая иммунная прослойка, которая на данный момент пока работает. Повторюсь, пока. Почему? Доказано, что выработка иммунитета, предполагали, что она будет где-то от вырабатываться после вакцинации до 12 месяцев, но, к сожалению, где-то 6-9 месяцев, и ваша защита потихонечку испарилась из вашего организма, и ее нужно обновлять. Потому что коронавирусная инфекция, она относится к сезонным, скажем теперь, заболеваниям, так же, как и вирус гриппа. И вакцинация, она необходима с определенной периодичностью. И по литературным данным, по доказанным исследованиям, сейчас уже установлен период, этот период составляет 6 месяцев, когда необходима ревакцинация. Особенно в период эпидемиологически неблагоприятной ситуации в стране, в городе. То есть когда начинается вот это заболевание, да? Да, когда начинается заболевание, но, повторюсь, новая коронавирусная инфекция от нас, никуда не исчезла, она живет среди нас, и поэтому необходимо ревакцинироваться и обновлять, скажем так, свой иммунитет. Правильно я понимаю, что то, о чем, как правило, не думает простой гражданин, что раз никто особо сейчас не требует, то можно не делать, да? Но если вдруг, ну, возьмем такого среднестатистического и по возрасту человека здорового, вот он заболевает, болезнь у него, может быть, проходит, ну, более-менее, вот как говорят, ну, вышь, там можно быстро заразиться, но не умрешь, короче говоря, сразу, если у тебя более-менее нормальная организация. Но тут же важен момент, то, о чем мы, наверное, правильно сказали вначале, что ты можешь стать источником для кого-то опасного заражения. Совершенно верно. Самых своих близких. Видимо, по-прежнему есть проблемы для людей, которые старше 60 лет, все равно они же легче эту инфекцию подходит. Безусловно, это люди группы риска, и чаще всего, и это закономерно, это люди с коморбидным статусом, у которых имеется ряд хронических заболеваний, и их иммунная система не такая активная и сильная. Сама по себе даже, да. Да, сама по себе, поэтому люди 60-65+, 70, тут как угодно возраст можно интерпретировать, им, безусловно, необходимо прийти в первую очередь, и лечебное учреждение Люберецкой областной больницы, амбулаторное подразделение занимается проактивным обзвоном и приглашаем на вакцинацию. Конечно, очень грустно, что ответственность каждого гражданина очень такая, ну, скажем, низкая. Хотелось бы, чтобы с большей отдачей относились к себе, к своим близким и приходили вакцинироваться и ревакцинироваться. Год назад-то приходили активнее, чем сейчас, правда? Ну, активнее, да, потому что больше было, наверное, страха. Было больше, возможно, информации. Было больше... Может, информации и сейчас, я считаю, достаточно. Ну, на мой взгляд, на федеральных каналах и, скажем, в средствах массовой информации, на общедоступных, довольно мало этой информации. Единственное, что на прошлой неделе, да, проскочила информация, что поговаривают о том, они вести ли масочный режим в торговых центрах. Ну, это всё на уровне, как бы, слуха. Поговаривают. Поэтому врачи-то, конечно, знают, но, на мой взгляд, обывателя, даже вот реклама эта всякая-то исчезла, там, провакцинируйся и так далее, да. Ведь это, наверное, не совсем правильно, если вакцинироваться нужно. Или считается, что летом всё равно на это никто не обратит внимания, а может быть, в август, в конце августа мы начнём рекламировать эту историю, продвигать? Ну, надо сказать, что летний период, он-то как раз и является вот тем периодом, когда нужно себя подготовить к осенне-зимнему сезону и провести все профилактические мероприятия, в том числе и вакцинацию. Почему-то мы едем на море оздоравливаться, а почему-то про вакцинацию и про свою иммунную систему вот в этом плане мы забываем. А, кстати, вот если сейчас люди едут на море или куда-то подальше от своего, там, где большое скопление людей, то, в конце концов, может быть, и берег реки какой-нибудь, где очень много людей, да, там домик снимают или ещё что-то. Ведь есть вероятность того, что они могут что-то привезти. И я уже слышал, что медики говорят, мы увидим эту новую, опять же, волну, не такую волну в понимании смертельного страха, но, тем не менее, заболевание вот где-то к середине сентября-октября может возрасти. Ну, вероятно, когда начнут возвращаться наши граждане вот с этого активного отдыха, могут привезти. И, опять-таки, повторюсь, прежде даже чем ехать куда-то... Тоже надо сделать. ...необходимо сделать, да, вакцинацию, если вы её не проводили, либо ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Это, поверьте, даже если где-то вы заразитесь данной инфекцией, у вас заболевание будет протекать гораздо легче. Вы будете защищены сами. Итак, сегодня нас кто-то услышал и готов пройти вакцинацию. Может быть, даже в первый раз есть, наверняка есть такие. А есть те, кто готов ревакцинироваться, ну, как положено, да, через 6 месяцев. Куда прийти? Работает ли, есть ли вакцина, нет ли дефицита? Я хочу сказать, что всеми лечебными учреждениями проводится колоссальная работа по привлечению граждан на вакцинацию. Повторюсь, проактивно прозваниваем, порой выезжаем на дом. В Люберецкой больнице вот сейчас начали заниматься, ну, уже, собственно, не начали заниматься, уже энное количество времени занимаемся выездной вакцинацией в парках. Выезжаем к пациентам на дом, которые желают вакцинироваться. Каждый житель городского округа может обратиться в свою поликлинику, в которой прикреплён или даже не прикреплён. Имеются навигационные стенды, куда подойти. Сотрудники, которые дежурят на рецепшен, если вы затрудняетесь. Вы можете обратиться непосредственно к участковому терапевту. В летний период организована мобильная вакцинация в парках. Это Наташинский парк, Центральный парк культуры и отдыха. Сотрудники работают и в субботу, и в воскресенье. Наш пресс-секретарь выкладывает информацию, график работы данных передвижных пунктов в чат Люберца здоровья. И там очень многие граждане видят эту информацию. Я считаю, что мы всеми доступными и недоступными методами стучим и кричим, приходите на вакцинацию, приходите на ревакцинацию, не ждите. То есть процесс не останавливается? Возникает вопрос про саму вакцину. Она есть, существует? И какая сейчас у нас вакцина в Люберцах? Преимущественно, это вакцина Гам-Ковид-Вак. Она же называется по торгому наименованию «Спутник Ви». На данном этапе есть ряд исследований, научной информации, что это самая эффективная, самая проверенная вакцина. И эффективность ее составляет порядка 96%. Вот если человек ревакцинируется, то он же все равно потом опять в две должен сделать дозы или как? Сейчас в методических рекомендациях возможно второй этап вакцинации выполнить вакцины «Спутник Ви». Данная вакцина имеется в наличии во всех амбулаторных подразделениях. Мы с ней активно работаем. Нареканий на данную вакцину у нас нет. Очень хорошие результаты были получены при вакцинации «Спутником Ви». Собственно, вот эта вакцина у нас передавая, скажем. Да, что наша расслабуха, скажем так, в какой степени наступила от того, что все-таки, видимо, вакцина сработала, потому что получился хоть какой-то… Безусловно. Общественный иммунитет такой. Да, общественный иммунитет, иммунная прослойка, которая нас защищает. Но, повторюсь, осталось времени очень мало, потому что те люди, которые сделали вакцинацию порядка шести месяцев назад, они уже должны потихонечку идти в поликлиники и делать ревакцинацию. И, повторюсь, это люди группы риска. Это наши уважаемые пенсионеры. Это люди, которые состоят с хроническими заболеваниями на учёте у участковых врачей-терапевтов. Потому что, опять-таки, как показала практика, данная группа лиц, если заболевает, она болеет тяжело. Даже пусть там штамм омикрон, который как бы зарекомендовал себя лёгким течением заболевания, у лиц с коморбидным статусом заболевание протекает довольно-таки тяжело. А детей можно вакцинировать? Или, скажем так, с какого возраста можно вакцинироваться в городском округе Люберца? Детские поликлиники также занимаются вакцинацией. Прийти, выяснить, проконсультироваться. Да, безусловно, перед тем, как вам будет приниматься решение о вашей вакцинации или ревакцинации, вас, безусловно, посмотрят, если это ребёнок-врач-педиатр будет принимать решение, либо это врач-терапевт. Хорошо. Сейчас сделаем небольшую паузу, а потом вернёмся, потому что у нас же есть ещё и вопрос вакцинации не только от пандемии, да, как бы вообще, как этот процесс происходит, как надо подготовить себя к встрече Нового года, скажем так. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что в гостях у нас Нелли Анатольевна Вишнякова, заведующая Центральным поликлиническим отделением Люберецкой областной больницы. Дождитесь. Напомню, что в студии у нас в гостях Нелли Анатольевна Вишнякова, заведующая Центральным поликлиническим отделением Люберецкой областной больницы. В первой части мы выяснили, что новый коронавирус с нами, он немножечко как мутировал, пока вроде бы в нашу пользу мутировал уже, да, но, тем не менее, от него можно ждать ещё всевозможных неприятностей. И прежде всего, если даже вы не болеете, вы можете стать переносчиком. Поэтому, или если вы легко болеете, вы можете кого-то, к сожалению, заразить, человек может болеть гораздо сложнее. У меня ещё один вопрос по коронавирусной инфекции. Как вы считаете, мы всё-таки смогли добиться некой ответственности у людей не только за себя, но и не только за свою семью, но вообще? Я сейчас поясню свой вопрос. Потому что я помню, что на каком-то этапе вдруг резко все раз и сняли маски. Хотя даже на Осковском метро объявления ещё до сих пор кое-где, кстати, сохранились, но там появилось такое, что теперь вы можете носить маски по желанию. То есть мы рекомендуем вам самому выбирать, носить маски или нет. Вот вы как врач, как вы считаете, всё-таки там, где большое скопление людей, лучше в масках ходить? Ответственность такая перед... Я считаю, да. Лучше надеть на себя маску, но лучше всего вакцинироваться или ревакцинироваться и надеть на себя маску. То есть маска всё равно должна быть надёжнее? Я считаю, что да, желательно, чтобы были защищены верхние дыхательные пути, так как данная инфекция, она передаётся воздушно-капельным путём в том числе. Поэтому перестраховаться не помешает. Да, потому что сложилось ощущение такое, что люди молодые, молодёжь, люди среднего возраста, они как будто стремятся где-то объединиться, как-то отвыкли за два года от большого количества народа. А здесь кажется, что как бы всё ушло. Хорошо, мы идём дальше. Выяснили, что можно вакцинироваться, что вы над этим работаете, что всё это можно, что это есть, что никуда не ушло, что рассказ о том, что нет вакцин и нет возможности её сделать – это всё фейк, это неправда. Теперь поговорим ещё о весь и другие вакцинации. Речь идёт о, кстати, целом наборе можно сделать. Вот грипп, да, как людям нужно… Вообще, где можно посмотреть, от чего нужно вакцинироваться, с кем посоветоваться и когда заниматься этим процессом? Календарь профилактических прививок, он утверждён на федеральном уровне, доступен в открытом доступе, можно его посмотреть в интернете, в раскладке по возрастам, там начинается календарь с детского возраста, национальный календарь прививок, и вплоть до взрослого возраста с периодичностью. Соответственно, обратившись опять-таки к участковому врачу-терапевту, вы можете проанализировать, какая вакцинация или ревакцинация вам необходима в данный период вашей жизни. Безусловно, когда мы учимся в школе, находимся в детском саду, наши родители, медики тщательно следят за нашим прививочным анамнезом. Практически с рождения. Да, с рождения. И когда мы выпускаемся из школы, нам на руки выдают вот этот сертификат прививок. К сожалению, мы к нему относимся как-то так... Да-да-да, был такой... ...очень легко. Где-то мы его теряем, а потом наступает вот этот период взрослой жизни, и часто люди трудоустраиваются на работу или, опять-таки, требуются куда-то в санаторий. Ну, разные бывают ситуации, и взрослый человек теряется. А что с меня требуют? Вот я хочу сказать, что этот сертификат профилактических прививок, его нужно как паспорт, наверное, беречь и пронести его через всю свою жизнь. И знать, да, какие ты делал, от чего. Совершенно верно. Потому что вирусные инфекции, особо опасные инфекции, их, к сожалению, никто не отменял в нашем мире, да, они никуда не исчезли, и они, вот так же, как и коронавирус, да, потихонечку по пятам идут за нами. Когда они нас настигнут, вот вопрос открытый. Безусловно, это вакцинация от столбняка. Очень редкие случаи, но они встречаются. И раз в 10 лет взрослому человеку ревакцинацию нужно проводить. Вакцинация, ревакцинация от гепатита. И можно перечислять очень-очень много. Ну, даже самая такая, более-менее общая, принятая и признанная, это от гриппа, да, когда люди... От гриппа также это сезонная вакцинация. Да, но это что же вакцинация? Мы сейчас, вот я пытаюсь вам сказать о том, что вот есть более глобальные инфекции, да, которые нужно освежать иммунитет свой на протяжении всей жизни. Некоторые говорят, опять же, не врачи, хотя, ну, есть и врачи, да, разные рассуждения, что если себя всего исколоть всевозможными вакцинами, то иммунитет просто уже поднимет руки и скажет, всё, я отказываюсь, ты давай сам только на лекарствах сидеть. Это же тоже, наверное, неправильно. Иммунитет-то для того у нас и создан, чтобы он сам вырабатывал что-то. Ну, опять-таки, наш организм, он на те инфекции, от которых вакцинируемся на протяжении жизни, он не может самостоятельно выработать иммунитет. И, опять-таки, исходы от возникновения таких заболеваний, они очень плачевные, вплоть до летальных случаев. Допустим, гепатит B, если не вакцинироваться своевременно, и где-то вы, B, C, всё-таки подхватили данную инфекцию, это длительный инкубационный период, вы чаще всего даже не знаете о том, что болеете, а потом, бах, у вас там цирроз печени, а потом, бах, перерастает в раковую опухоль. То есть это очень опасно. Поэтому этот календарь был утверждён очень давно на федеральном уровне, и всё научно обоснованно. Не нужно нам никаких своих лепт и сочинений сюда вносить. Да, но нет в обществе даже знания, что такой календарь существует. То есть об этом особо нигде не говорится. Чётко, да, вот в пандемии нам всё рассказали. Потом нам, естественно, я помню очень долгую историю по поводу грипп. Машины стояли возле метро, возле торгового центра. И так же они и сейчас стояли. Да, да, да. Вот это мы слышали. Но то, что есть ещё ряд заболеваний, от которых нужно делать прививки, мне кажется, опять же, это, наверное, глобальному нашему медицинскому руководству. Ну, правда, люди не знают об этом. Мало того, даже приходя к какому-нибудь врачу, в данном случае я вообще говорю о врачах, он тоже не всегда скажет, а вы делали прививку от гепатита. Поэтому, наверное, вот ещё результат этой пандемии научил нас всё-таки подумать о том, что есть и другие варианты, и каждый для себя должен принять решение, что если он плохо перенёс пандемию, да, то наверняка он вакцинируется сейчас, сам впереди паровоза бежит. И он должен понять, что, наверное, надо посмотреть, может быть, действительно, ещё что-то сделать из календаря. Ну, пускай не всё, но хотя бы большую часть, да, их прививок. Я с вами вполне соглашусь. Вот наш сегодняшний эфир, я думаю, как-то мы достучимся. Да, взбодрит. Да, взбодрит наше население. И каждый вспомнит, а где же у меня мой календарь профилактических прививок, которые мне выдавали на руки. Он обязательно выдаётся на руки при окончании школы. Ну, к сожалению, не каждый в него заглядывает и про него помнит. Вот. И опять-таки повторюсь, если человек озадачился этим вопросом, ну, придите, пожалуйста, в поликлинику. Доступность есть, участковые врачи работают. Приглашаем на диспансеризацию, на профилактический медицинский осмотр, на вакцинацию. Ну, вот если честно, вот уже кричим. Кричим – приходите. Да. Званием – приходите. То есть двери распахнуты. Двери распахнуты. И по субботам работаем, каждая поликлиника. И выезжаем, повторюсь, в поля. И на дом. Ну, стоит только обратиться. Ну, будем надеяться, что, да, летом вот как-то всё расслабляется. И я прекрасно понимаю, здесь много у нас было врачей, которые всегда говорят, это как вот мороженое нельзя, например, летом есть вообще-то, да, его зимой надо есть, потому что перепад температуры. Так и вот вакцинацию, когда кажется, что что летом вакцинироваться, это прекрасный воздух, да, подождём осень, и будем вакцинироваться. Так вот, надо вакцинироваться сейчас. Ещё один такой вопрос. Хотите, отвечайте на него, хотите, не отвечайте. Ну, потому что пока у нас только, по-моему, одно. Один зафиксированный случай – это вот некая оспа обезьян, которая появляется. И многие люди начали сразу считать, что где-то в Советском Союзе когда-то что-то прекратили делать от оспы. А теперь надо знать, сделали тебе от оспы, или не сделали тебе от оспы, куда-то идти и так далее. Ну, то есть такой вот начинается, опять же, постпандемийный, что ли, вот этот вот синдром. Да, есть такой синдром. Бояться нам этой оспы надо делать против оспы или не надо? Ну, я хочу сказать, когда была в советский период вспышка натуральной оспы, и вот то поколение, оно было привитое. И по ряду данных, опять-таки, из литературы, та вакцина защищает, в том числе, и от данной оспы. Но, опять-таки, не могу точно утверждать. То есть она работает до сих пор, эта вакцина? А почему это долго, а та, коротенькая у нас от пандемии? Ну, опять-таки, заболевания те, которые сезонные, к сожалению, и там же аденовирусная инфекция. По-другому построен алгоритм. По-другому, да, построено все, и иммунитет, он короче. Повторюсь, вот вакцинация от гриппа – это также сезонное заболевание. Начинаем вакцинировать население в промежутке август-сентябрь, вот перед повышением… Ну, чтобы в октябрю было уже хорошо. Да, в октябрю, да, чтобы сформировалась иммунная прослойка. Вот, до эпидситуации. А вот с вирусом вот этой обезьянии Оспы… Пока не ясно, да? Пока еще конкретных рекомендаций методических нет. Но название только потому, что, видимо, обсыпает человека, да? Да, обсыпает человека, да. Он не умирает, по крайней мере. Картинка такая хорошая, получается, человек не умирает. Ну, вот один случай, по-моему, у нас в России протекает без каких-либо осложнений. Мне кажется, что наши врачи, пережив вот этот пандемийный период, мне кажется, сейчас вот любая непереди, Господи, это я так… Если что-то зайдет, то уже, конечно, встречать будут по-другому, потому что во всеоружии. Научились, да. Вот, кстати, по врачам на сегодняшний день, да, вы ведете работу, вы пытаетесь, чтобы люди услышали, что нужно вакцинироваться. Врачи немножко отошли уже от того периода. Началась нормальная врачебная жизнь в удовольствии именно в своей профессии, именно в своей специальности, потому что мы знаем, что многие врачи работали, вынуждены были работать все инфекционистами. Сейчас практически выстроена вся плановая помощь, но, тем не менее, кабинеты неотложной медицинской помощи, фильтрбоксы, они не закрываются в амбулаторных подразделениях. Помимо того, центр амбулаторной компьютерной томографии, который на базе центрально-поликлинического отделения, мы в сменный график так и продолжаем принимать пациентов, которые с положительными результатами на новую коронавирусную инфекцию дифференцируем исследованием, есть ли наличие пневмонии или нет. И повторюсь, что данная инфекция среди нас еще бродит, и она еще до конца не уничтожена, она от нас не ушла, поэтому тут нужно расслабляться рано, нужно бдить. И, опять-таки, повторюсь, приходите на ревакцинацию и вакцинацию. Вот такая замечательная концовка, финал нашего сегодняшнего разговора. А весь смысл разговора действительно в том, чтобы каждый задумался о том, что, как в законе еще Михаил Ломанусов говорил, ничто никуда не исчезает, ничто... Да. Поэтому не исчезло, а немножечко преобразовалось. Но мы не знаем, что будет дальше, поэтому лучше себя обезопасить. Нелли Анатольевна Вишнякова, заведующая Центральным поликлиническим отделением Люберецкой областной больницы, была сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за ваши призывы. Спасибо. Надеюсь, что их кто-то услышит. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пименко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова